Я решила выйти в прямой эфир. Что-то давно я не выходила, не общалась. Хочется общения, хочется записать новую тему. И я сегодня предлагаю такую тему, как матрица совместимости. И про периоды. У нас есть периоды предназначения от 0 до 40, от 40 до 60, общее предназначение. И вот как эти периоды влияют на пару, если, например, разница есть в возрасте между мужчиной и женщиной. Чего ждать от партнера, например, после 40 лет. И как поменяется партнер, как поменяется его жизнь, к чему готовиться. Потому что все мы встречаемся изначально с одними энергиями. Если у нас длительные отношения, то вместе с отношениями меняются и периоды нашей жизни. И если мы переступаем совместно через период, находясь в браке, то абсолютно это будут перемены. И часто это кризисы отношений. И вот чтобы быть готовыми к этим кризисам от своего партнера, нужно понимать, в какую сторону он изменится. Кроме того, мы понимаем, что есть отношения в паре. И это тоже вторая, скажем так, матрица, которая несет уже энергию вашей пары. Вот. Я предлагаю рассмотреть самую известную пару в России. Это Аллу Борисовну Пугачеву и Максима Галкина. Потому что они публичные, мы можем за ними наблюдать, сопоставлять, сравнивать, как матрица отражается в жизни. И примерно понимать, что за периоды. Все по порядку, не беспокойтесь. Сейчас все будет по порядку. Смотрите. Я буду на пальцах объяснять, как ваш период предназначения влияет на вас. И, соответственно, как вы можете поменяться непосредственно в жизни. И, соответственно, в отношениях со своим партнером. Опять же, разбор будет на примере Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Если у вас есть какие-то более наглядные примеры, пары, которые вам интересны, предлагайте, я посмотрю их. Расскажу вам, как меняются люди. К чему стоит готовиться, особенно если возраст мужчины и женщины не совпадает. Например, у нее еще период до 40 лет, а у него уже от 40 до 60. А она, например, привыкла, что он все время тусит, все время организовывает какие-то тусовки. А у него период сменился, и он, например, в одиночестве хочет побыть. Ну, период одиночества, отшелинчества. И она не понимает, что с мужем, почему он поменялся, что не так, что с ней не так. Когда, как правило, женщина начинает вопросы себе задавать, типа, что со мной не так. А на самом деле дело в мужчине. У него другой период пошел, и надо просто понять это. И научиться общаться с новым партнером, получается. С твоим же прежним мужем, но он уже поменялся. Период поменялся, поменялся человек. Итак, рассмотрим. Вот, смотрите, например, берем Максима Галкина. Рожденный 18 июня 76 года рождения. Максим имеет в характере четвертый аркан. Это говорит о том, что он такой прям мужчина-мужчина, ответственный весь император. Берет ответ за свои слова, помогает женщине, и старается быть таким мачо, мускулинным-мускулинным партнером. И смотрим на его предназначение. У него первое предназначение – это 22-й аркан. Это аркан-шут. Это шоу-бизнес. Это пробовать все новое, легкость, путешествия, духовное развитие, исследование новых горизонтов, не сидеть на месте. Вообще исследовать эту жизнь, пробовать ее на всякий вкус и на цвет. И, соответственно, второе предназначение у Максима. От 40 до 68. То есть в 40 лет человек поменялся. Иногда этот период меняется. Не обязательно прям ровно вот 40 лет у вас смена периода идет. Это бывает плюс 5 лет вперед или 5 лет назад. Вот получается у него восьмерка, восьмерка предназначения. Это говорит о том, что нужно постичь законы кармические этого мира. Нужно постичь просветление, перестать бороться за справедливость. Осознать, что... Это кармический период, кстати. Осознать, что все приходит причиной и следствия. Есть всему. Вот. И этот период такой, мы его называем социализация. Это уже родовая система, когда включается в жизнь человека максимально, которая требует от него определенных результатов. И признание в социуме. Что же требует род? И здесь смотрится женский и мужской род, энергия по женскому и мужскому роду. И у Максима это 22-22. Опять же вот этот шут, опять вот этот вот каламбурщик, юморист, легкий на подъем, склонный вытворять всякие чудачества. И в целом вот брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой это своего рода чудачество. Но как бы не каждый мужчина возьмет себе в жены женщину во много-много раз старше. И плюс еще, скажем так, зачать детей через суррогатное материнство. Это 22-й аркан. Он такой может, он может дурачиться, чудить, вытворять, что-то новое изобретать. А у Аллы Пугачевой что, да? Мы не берем ее период от 0 до 40. Смотрим, соответственно, тот период от 40 до 60, где она и как бы встретила Максима. У Аллы Борисовны в характере. У нее третий аркан, императрица. Тоже хозяйка, мать, семейная такая женщина. Ну, 15-й аркан в портрете говорит о том, что человек любил развлекаться. Возможно, и любит до сих пор. И этот аркан-дьявол склонный к различного рода экспериментам, тусовкам, энергиям. Вот. И пробовать все запретное. И у Аллы от 40 до 60 у нее идет период под шестым арканом любовь-отношения, построение этих отношений. Вот вам и, пожалуйста, человек от 40 до 60 осознал, что он-то на самом деле хочет любить и строить отношения. И у нее, получается, по женской и по мужской энергии рода идет тройка, третий аркан, это семья. То есть и женский род от Аллы требовал семьи, и мужской род от Аллы требовал семьи. И семьи во самом высоком смысле этого слова. То есть прям с детьми, с традициями, дом полная чаша, шестерка это красота, то есть это семья на показ. Вот. И, грубо говоря, так и получилось. То есть период жизни Аллы Борисовны совпал с периодом Максима Галкина. И, соответственно, таким образом у них образовалась гармония, да, несмотря на то, что у Аллы Пугачевой возраст отличается от Максима. Но ее период от 40 до 60, и, получается, Алле Борисовне уже далеко за 60 лет, совпал с Максимом, да, что у Максима кармический период, это все, что получается в этот период, связано с отработкой кармы, с партнершами с прошлых жизней, возможно. Возможно, Алла была вот такой вот партнершей. Мы, кстати, это можем посмотреть на матрице совместимости, так это или не так, и сказать. Нет, это был не кармический союз. Вот, но, но, я еще раз повторяюсь, у Аллы период построения семьи и отношений, у Максима период кармический и осознание чудачества. То есть у него и по женской энергии матери, роду матери, и по роду отца идет 22-й аркан. Это говорит о том, что человек может чудить. И в целом, я думаю, что вот этот вот брак Аллы и Максима, он вот за счет вот этой вот легкости, а что попробуем, давайте попробуем, это Макс. Ему интересно, ему все в новинку. 22-й аркан, это вообще, это аркан шут-дурак. Это люди могут, это одноразовые связи, например, по 22-й аркану идут на одну ночь. Это юмор в отношениях, это юмор, вообще вдохновение на юмор. У Макса все это мы наблюдаем. Это также аркан-миллионеры, это какие-то бредовые идеи. И вот, собственно говоря, возможно, что это и повлияло на союз. Вот такой странный союз, который отличается по возрасту. Плюс, еще оговорюсь, что у Максима Галкина главное предназначение, это тройка, это семья. А у Аллы Борисовны это мудрость, основное предназначение. Ну, у нее период есть, где семья и любовь, отношения, построения. И оно совпадает с основным предназначением Максима Галкина. То есть, неспроста они встретились. Это говорит о том, что люди идут в жизни в одном направлении. Опять же, девятка, мудрость, если взять вот это предназначение общее, это духовная грамотность. У Аллы Борисовны духовный зачет, божественное во мне. Это разница в возрасте, в браке. Как правило, вот девятки могут строить отношения, чтобы передать свои знания с партнером, который младше. Потому что она его учит. Потому что она его учит. И сама тоже получает знания. И если, например, посмотреть на пару Максима и Алла, то можно осознать, что Алла здесь мастер, учитель. Максим здесь ученик. Потому что второй период у него это шут, это открытие нового в своей жизни. Нового периода в своей жизни. Абсолютно начать с нуля. И, возможно, он таким образом вступил в такой период ученичества. И ему интересны все знания, которые Алла уже может ему передать. Восьмерка. Это эмоции также. Это причины и следствия. Это осознание законов вселенных. Это карма, опять же говорю. Это организация, организаторские способности. И 22-22 в мужской и женском роду у Максима говорит о том, что он склонен делать глупые поступки. Вот так скажу вам. Прям глупые. Либо не глупые, но легкие. Типа, а? Да легко. Алла Борисовна, да легко. Вот. Восьмерка. Я немножко знаю историю Максима и Аллы. Он в целом, когда со сцены ее видел в детском возрасте на телевизоре, он хотел, ему было интересно, что же это за женщина такая. И вот вполне возможно, что вот в этот период он решил осуществить свою мечту. Плюс у него основной период тройка. Это построение, это созидание семьи, полной чаши. И он понимал, скорее всего, в тот момент, что эта мудрая женщина даст ему вот эту семью, вот эту основу. А то, что у него период был такой вот легкий, шутовской, он не посмотрел на возраст. Плюс у Аллы Борисовны тоже она не посмотрела на возраст, потому что девятка в предназначении говорит о том, что партнеры, может быть, сильно отличаться, в общем, по возрасту. Вот. Если касаться предназначения. Я хочу теперь вот абстрагироваться уже от Аллы и Максима и такую вот информацию внести. Предположим, вам 30 лет, а ваш мужчина старше вас на 10 лет. Соответственно, пока вам 30, ему уже 40. Например, у него было... Он был, например, по первому предназначению, там, харизматичный, любил тусовки, или наоборот, был такой закрытый весь тихоня, и тут мужику бабахать 40. Ну да, мы помним, что плюс-минус может там разниться в 38, в 35, иногда там 40 с чем-то запаздывает, да. То есть и вы чувствуете, что муж поменялся. Вы-то еще та же, а он поменялся. Это говорит о том, что вот его период, он перешел в другой период, и надо просто посмотреть, что этот период сулит, на что будет обращать муж внимание, какие в нем откроются энергии. Человек полностью поменяется. То есть если он сначала вот в поиске себя, в первом предназначении, в соединении мужского и женского, нашел себя и был определенным человеком, то когда он переходит за 40 лет, здесь абсолютно другие энергии в человеке включаются, родовые программы максимально. Если вы их не отработали, то здесь надо максимально работать над родом, над всеми сценариями рода, над всеми долгами рода, над всеми там проклятиями рода, да, у кого что есть, над всеми вот посмотреть, как было там у вашей мамы, у бабушки, у дедушки, и, соответственно, зная свою карту, вы можете скорректировать этот период, и это не так сложно будет, потому что многие отношения как раз в это время и разрываются. Это не так просто и неспроста, потому что накладываются два разных периода, вот. Вроде вы встречались в одном периоде, да, вот представьте, вы в одном государстве жили, а тут у мужчины переход в 40 лет, и у него как будто другое государство, и теперь два разных государства, женщина-то еще осталась в прежнем состоянии, она должна как бы научиться с этим государством существовать. А тут вообще уже другие энергии, другие законы, другие цели, да, например, у мужчины была цель, допустим, строить бизнес или наоборот что-то изучать, он переходит в 40 лет, и у него период строить семью, и он, например, понимает, что с этой женщиной он не хочет строить семью, потому что с этой женщиной он любил тусоваться, путешествовать, легкость, и тут у него бомбит в 40 лет, ему надо семью, и он смотрит на женщину свою, например, если у них не было брака, и понимает, что ему хочется отношений серьезных, и он может уйти из семьи, например, да, от этой женщины, найти себе ту женщину, с которой он построит семью. Или у женщины наоборот, она, например, старше, она зашла в 40 лет, а муж еще молодой, соответственно, у женщины все меняется, она что-то другое начинает хотеть, а мужчина не понимает, что не так, все, пиши пропало, да. Вот, поэтому очень матрица в этом смысле помогает понять, какие периоды у вас с мужем, предугадать, к чему-то подготовиться, сбалансировать, скомпенсировать, все это тоже помогает делать матрица, она просчитывает коды, ваши коды, по которым вы делаете медитации, работаете с этими арканами, арканы — это энергии, которые несут в себе вполне конкретные задания, как их можно разработать, как их можно раскрутить, как можно помочь себе. Вот, и, соответственно, зная матрицу совместимости, вы можете понимать, на что вам нужно со вниманием обратиться, и как можно это все вывести в какой-то баланс, или сконцентрироваться на других вещах, которые у вас общие, да, и убрать, например, фокус того места, которое у вас расходится, да, чтобы не акцентировать внимание на боли, да, или научиться работать с этой болью, трансформировать ее, благодаря тантрическим практикам, в цели свои, и проходить уроки с легкостью, с удовольствием, да, не страдать. Вот, вся жизнь — это наша матрица, вот такие вот дела. Ну, и в конце я, короче говоря, хочу коснуться, хочу коснуться матрицы совместимости именно Аллы и Максима, и сказать, что в целом их союз, несмотря на то, что каждый нес в себе свое предназначение, свои цели, задачи, потому что каждый род хочет исполнить свои цели, задачи, притягивать другой род, чтобы усилить, что было в минусе другого рода, да, таким образом создать более сильное потомство, поменять программы. И вот если посмотреть, например, на совместимость матрицы Максима и Аллы, это вдохновение жить в потоке, в кайфе, да, действительно, у людей уже есть деньги, им уже не надо задумываться о том, как поставить семью на ноги, да, они просто наслаждаются обществом друг друга, находятся в потоке жизни, чувствуют этот поток, им кайфово, их вдохновляет семерка, это движение, и как мы сейчас видим, они переехали из России, ну, конечно, не без участия определенных событий в нашей стране, да, но тем не менее, они переехали, их пара, семерка, это мощное развитие, это карьерный рост, это переезд, это команда одна, да, вот вполне возможно, что они превратились в такую команду, и хотят вот вырастить новых детей, и это их стимулировало к браку, семерка, это прям, когда человек чувствует, что вы одна команда, вот, и вы мощно развиваетесь в том направлении, которое выгодно всем, и эта пара несет шестерка, это отношения в этой паре, особое внимание любви уделяется, красоте, отношениям, выбору, то есть здесь люди делают то, что им комфортно, они находятся в потоке, и развиваются по семерке, также они по кармическому хвосту, если станут профессионалами, все у них получится, примут законы, традиции семейные, или официально сделают брак, это тоже усилит их матрицу, всю, которая выше, по любви все, и это звездный союз, союз звезд, и мы так и видим, Алла и Максим звезды, профессионалы, у них официальные отношения по кармическому хвосту, это еще очень важно, когда партнер хочет выбрать в себе, в партнеры, из благородного рода, из какого там, из классной семьи, короче, партнера, из интеллигентной семьи, например, и тут же существует любовь, выбор, комфорт, красота, это вот кармический хвост, он абсолютно закрыт, и вот что там мы видим дальше в матрице у них, к чему они стремятся, мы смотрим сразу же на совместный период, общий период предназначения, это 12 аркан, приносить пользу, двигаться вперед, по земле это пятерка, традиции, законы, познания, обучения, и по небу, по вдохновению, это движение, это путешествие, это постоянно какая-то, что-то новое, какая-то цель, то есть постоянно какая-то цель есть, либо одна главная, вот, которая приведет к пользе обществу, например, это будут дети, очень хорошие дети, которые таким образом продолжат их традиции, продолжат их род, продолжат их цели, вот такой вот союз у Максима и Аллы, это не просто основано на сексе, да, но как мы уже понимаем, потому что Алле достаточно много лет, хотя у женщины сексуальность раскрывается, как раз-таки после 35, у мужчины она заканчивается к 40, вот, но так скажем, что здесь уже не сексуальная подоплека этого союза, а вот как раз-таки передать традиции, поставить высокую цель, чтобы принести какую-то пользу, и как правило, в семьях, в таких, это дети, вот, и мы видим, что Максим и Алла особый упор делают, как команда на своих детей, вот цель их союза, и соответственно, мы уже разобрали по периодам, как это пересеклось, в связи с большой разницей в возрасте, вот, поэтому, если вам интересно, обращайтесь, я всегда расскажу вам про вас, если вы закажете консультацию, если вас это заинтересует глубоко, можно всегда посмотреть, даже по годам, по периодам, что будет, например, у вас в 40 лет, в 35 лет, вот, в вашей паре, да, там, вы взаимодействуете, и можно посмотреть на, если брать, например, за основу существования вашего союза, например, что он будет длиться всю жизнь, исходя из этого, можно посмотреть, на каком вы сейчас периоде, да, и что вас ждет, ожидает, вот, но, как правило, это основные такие моменты, характер пары, кармический хвост пары, отношения, как они проявляются, на чем базируются, и финансовая сфера, как деньги зарабатываются, и что вдохновляет в союзе, вот, все, не буду больше задерживать вашего внимания, вот, буду заканчивать, эфир сохраню, выложу на своем YouTube-канале, и здесь можно будет пересмотреть, задать вопросики под постом, все, всего доброго, до свидули.